Все ж, наверное, снова мужа заведу. Кто-то нужен дома доедать еду. Имейте себе знать, Софа, у вашего мужа молодая любовница. Понимаете, Сара, мы уже и можем себе это позволить. А вы не знаете, что такое Инстаграм? Честно сказать, не знаю, но, судя по названию, там должны что-то наливать. Сегодня видел, как эвакуатор увозил инкассаторскую машину. Ей-богу, это самое гениальное ограбление. Ограбление по-русски. Оказывается, иногда нужно просто сменить мужчину. И ты снова умница, красавица и офигеть, как готовишь. Усё, я пошла кадрить матрас, приставать к подушке и заигрываться деялкой. С утра хочется спать, днём есть, вечером отдыхать. Работать, блин, некогда. Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорок в шкафу. Открываю. А это одежда жены выходит из моды. Погода шепчет. Купи пальто. Зарплата шепчет. И так тепло. Если ты всю жизнь работаешь, это вовсе не означает, что у тебя будет обеспеченная старость. У нас это вообще ничего не означает, кроме того, что ты всю жизнь работал. Мамочка, а правда, что детей аист приносит? Да, сына, правда. И подарки всем детям Дед Мороз раздаёт? Конечно. Мне тогда интересно. А нафиг мы отца дома держим?